всем привет и добро пожаловать на мой канал хочу вам показать свои пустые баночки начну я вот с этого крема крем от андалого натурал в принципе много о нем сказано на ютюбе в основном я слышала хорошие отзывы купила я этот крем в холланд-энд-барреттс такой можно сказать аптеке это даже можно сказать магазин витаминов и здесь купила именно этот крем крем потому что здесь демаин то есть это такое тройная гиалуроновая кислота вкратце говоря то есть очень насыщенный увлажняющий крем как раз таки для зимы вот такая вот текстура была этого крема андалого натуралс такая вот она как будто суфле она с одной стороны очень плотная кажется вот как будто как неве как масло подтающий вот если вы оставляете масло допустим чтобы она подтаяла и вот он такой вот консистенции становится очень мне это напомнило и я боялась у будет очень жирный крем от его даже сложно так взять с одного раза вот такой вот очень очень плотно но тем не менее он очень быстро впитывается то есть он моментально впитывается несмотря на то что выглядит он очень плотно какой-то аромат присутствует каких-то орешков как будто и вот видно что моментально впитывается хотя и выглядит таким плотным очень хороший крем понравился вот пока так вот использовала прищечки сразу прошли несмотря на то что кажущуюся плотную текстуру он абсолютно не закупоривает поры и очень кстати хорошо и увлажняет и принципе приводит кожу в порядок сначала крем очень хорошо мне помог то есть он как-то даже какие-то покраснения убрал потом вроде как бы не совсем то есть опять какие-то покраснения стали а потом вроде опять ничего поэтому у меня такое непонятно о нем осталось впечатление возможно я его пока что больше не куплю не совсем я как бы если честно поняла этот крем то есть подходит он мне или не подходит он мне как-то вот такого непонятное ощущение он оставил поэтому пока что пока что покупать конкретно его больше не буду может быть куплю что-то другое от этого бренда но этот крем как-то мне оставил такие непонятные впечатления потом мне закончился вот такого масла от monuskin это было у меня в коробочке красоты я не любительница масел повторяюсь уже каждый раз в принципе и не любительница чего-либо где составе есть роза мне просто не подходит мне появляются какие-то высыпания здесь масло и как раз оставить роза использую я его только использовала его и только на ночь на шею в основном иногда чуть принципе на шею и утром и вечером а на лицо только вечером ну как масло они все масла в принципе хорошие они хорошо увлажняют только на зиму в моем случае сама бы я конкретно это может быть не купила бы но хотя в принципе она неплохо увлажняла действительно хорошая такое напитанное лицо было в принципе неплохое но мне больше нравится от body shop там зелененько у них это масло вот мне ну как-то нравится больше хотя это тоже масло неплохое дальше не закончилась вот такая вот маска домашний спа салон от floresan это была восстанавливающая маска моделирующая маска с гиалуроновой кислотой то есть это вот именно такая вот масочка быстрый для меня это такой быстрый вариант то есть на лицо наложили полежали и убрали ну в принципе никакого эффекта я особо не заметила как бы неплохая маска на действительно как-то увлажняет ну чтобы какое-то прям чтоб я пошла его купила нет как-то особо я ничего не заметила следующая маска это от bell cosmetics этот домашний косметолог и вот эта маска кстати мне понравилось она тоже была вот в виде такой вот бумажный салфетный не знаю даже как если честно как правильно сказать что это но это вот такая вот масочка и она кстати мне понравилось хорошее такое увлажнение она кстати недорогая поэтому я возможно еще и приобрету еще раз такую маску но не то что может быть я за ней побегу приобретать нет или какое-то на меня такое неизгладимое впечатление оставила в принципе неплохая маска дальше закончилась вот такая вот умывалочка от mac light full это было их новиночка marine bright формула то есть осветляющая такая формула в принципе маска это очищающая умывалка умывалка неплохая она хорошо до скрипоты очищает возможно не подойдет сухой кожи потому что еще раз говорю что она прям до скрипоты очищает то у нее такая кремовая текстура надолго очень хватает надо совсем совсем горошину чтобы вот она прям на все лицо распределилась она в такую как пенку можно сказать потом превращается то есть в принципе неплохая неплохая омывалочка особенно мне кажется вот на летний вариант очень хорошо подойдет вот такая вот она беленькая и ее надолго в принципе хватает дальше вот такая вот зубная паста от тайлорс 32 была она была у меня такая паста только ментола в коробочке красоты и предлагалась скидка я решила попробовать другие пасты и буду больше всего мне понравилось вот это грейпфрут и минт это такая органик паста здесь вот натуральная отбеливающая и вот именно с грейпфрутом и минтолом больше всего наиприятная как-то вот этот грейпфрут дает какой-то свой приятный можно сказать привкус то есть вот если выбирать уже хотя я больше эту пасту навряд ли куплю но если уж и выбирать то вот с грейпфрутом и минтолом детские витаминки закончились от 3 до 6 лет от бассет здесь именно мульти витаминки ребенку моему очень они нравятся не виде таких желешек и они как раз таки для всего как как и для деток то есть вот такие вот в основном я в принципе покупаю эти витамины но естественно антиперспирант для меня это номер один да invisible dry то есть он действительно не оставляет никаких не желтых следов на белой одежде не белых следов на черной одежде вот для меня это лучше лучше антиперспиранты вот так вот он выкрутите и он выдвигается то есть вот для меня я всегда именно его и покупаю и кстати защищает в моем случае вот на все сто процентов закончился у него такой вот крем для рук от soap and glory люблю я этот бренд нравится мне как они пахнут хорошо увлажняет в принципе хороший крем закончилась вот такая вот маска от наубай она у меня была в коробочке красоты вернее кондиционер для объема вы знаете хороший кондиционер мне понравился он может быть не совсем такой объем делает но волосы такие мягкие становятся то есть мне очень понравился вот этот вот кондиционер для волос дальше закончился вот такой крем для рук от skin fix тоже было на меня в коробочке красоты энзима он такой зимний вариант очень такого знаете плотный крем но в принципе быстро впитывается но я не не любительница таких там плотных плотных кремов но в принципе в основном как бы крем неплохой закончилась а вот такой вот пеп старт это был у меня пробничек давила мне подружка его крем для кожи вокруг глаз я в принципе о нем уже говорила не совсем мне нравится он не совсем он мне подходит немножко даже иногда именно как начинать им пользоваться какой-то такое немножко раздражение жжение какое-то немножко такой не знаю как то мне сейчас но не нравится и потом как то особо результата я не заметила может быть мало я им пользовалась всего лишь, тут маленький пробничек, но вот как-то он меня не впечатлил. Такая вот масочка от Дермика, я о них уже рассказывала в своих видео, вот эта маска меня впечатлила, в принципе, особенно золотая маска от Дермика. Не знаю, по мне, вот она одна из лучших, я бы так сказала бы. Вот эта, это маска насыщения, она, наверное, среди всех масок, которые я пробовала, хуже всего. Она тоже хорошая, в принципе, тоже она такой, на основе глины такой, но лучше всего именно золотая серия. Вот насыщение, наверное, для меня как-то она меньше всего понравилась. Закончился вот такой парфюм от ФМ, это даже, если честно, и не помню уже какой это был номер, но знаю, что много отзывов, очень много хвалебных, можно сказать, а, 11 номер, это очень много хвалебных отзывов было. Многие спрашивали, что это за парфюмом, казалось, что это другой парфюм, кому-то казалось, что это Нина Ричи, кому-то казалось, что это ДКН, то есть многим, кому какие казались, ну, всем, в принципе, нравились, нравился этот парфюм. Многие у меня спрашивали, что это за парфюм, а это вот всего лишь парфюм от ФМ, ну, вот именно Ход Коллекшн, где больше всего насыщенности этого парфюма. И, вы знаете, я даже задумалась, возможно, стоит его еще раз купить, раз столько много отзывов, хороших и много, как я уже сказала, людей спрашивали, интересовались. Наверное, у меня не об одном парфюме так много людей не спрашивали, что это за парфюм, хотя это, вы, насколько знаете, абсолютно бюджетный вариант парфюма. Дальше закончилась, наконец-таки, вот такая маска от A New Clinical. Это ночная маска. Покупала я ее с подружкой. Что-то там как-то, по-моему, была скидка в Эйвоне, и мы решили только приобрести маску. Ей эта маска абсолютно не подошла, у нее она вызывала сильнейшее раздражение. В моем же случае маска мне, если честно, понравилась. Вот как бы у подружки вообще не подошла, вызывала сильнейшее раздражение. Мне, ну, в принципе, не то, что она понравилась, ну, и не могу сказать, что она не понравилась вообще. Тут вот такие вот частички есть, такие вот, они, в принципе, растворяются на коже. Вот, я не знаю, видны они или нет. Такие вот беленькие горошки. В принципе, я наносила ее только, когда работала вечернюю смену, только на ночь, такой, можно сказать, быстрый вариант на утро. Ну, не могу сказать, что кожа как-то была раздражена, или какие-то она у меня вызывала высыпания. Нет, в принципе, неплохо уложнена была. Единственное, что надо ждать, когда она впитается, потому что волосы начинают, в принципе, прилипать, лицо немножко такое липкое становится. Поэтому из-за этого я, наверное, больше не приобрету. Но, в принципе, в принципе, маска не такая уж и плохая. Дальше у меня закончились вот такие вот салфеточки от Белла, Белла Коттон. Неплохие салфетки. Кстати, они вот так вот были прошиты, что мне нравится. То есть они тогда не вылезают, а вот именно и удобно их тогда брать. Вот салфеточка за салфеточкой. Удобно брать. И если они в такой кучке, то есть никак они, можно сказать, там не... как бы не... удобно из-за того, что они прошиты, ничего из них не вылезает. Вот так, наверное, всего. Дальше закончились вот такие витаминки от тоже от Холланд Эн Барретт. Это магний. Ну, магний-магний. В принципе, что о нем еще говорить. Дальше от Урбан Веда. Это такая умывалочка. Она как раз-таки против пор, против жирной кожи. Она матирует, очищает. И была она у меня в коробочке красоты. Кстати, были и другие от этого бренда, от Урбан Веда. Но вот это мне понравилось больше всего. Она именно такой скрабирующий эффект. Это я сказала бы, что это скраб. Не использовала я ее каждый день, потому что, мне кажется, это слишком на каждый день. Использовала я ее раз в неделю. Но вот это мне понравилось больше всего. Она действительно хорошо так очищает, скрабирует. То есть, если выбирать из всех Урбан Веда, то вот зелененькую, вот эту вот серию, я бы приобрела бы еще раз. Дальше закончился вот такой крем. Покупала я его в Текимаксе. Возлагала на него большие надежды. Тут такой вот прям лимончик был нарисован. Ну, в принципе, никакого запаха лимона не было. Вообще особо запаха не было. Очень был такой плотный, насыщенный, прям на такую холодную-холодную зиму. Поэтому, в принципе, мне не особо понравился он. Дальше тоже от домашней, от Floresan домашний спа-салон. Вот такая маска, омолаживающая. И вот эта, кстати, маска гораздо-гораздо лучше предыдущей. То есть, лучше вот этой. Вот эта вот маска, можно сказать, что я бы еще раз спокойно могла бы приобрести, потому что она делает такое лицо, можно сказать, на пол, какое-то такое, знаете, увлажненное, напитанное. То есть, слегка осветляет даже. То есть, в принципе, вот именно эта с коллагеном и экстрактом морских подрослей мне понравилась гораздо больше маска. Дальше вот такая маска у Кевелин Сос. Она якобы пять в одном. Тут и пилинг, и маска, и прям все-все в одном. Ну, в принципе, никакого пилинга, то есть, я больше возлагала на нее надежды, как на пилинг, но никакого пилинга я не увидела. Абсолютно обыкновенная кремовая маска, чуть-чуть со скрабом, и больше ничего. То есть, можете тут, обычно пилинги нужно держать десять минут максимум, от пяти до десяти, ну, это прям совсем. То есть, держите хоть час. Ничего абсолютно не будет. То есть, можно сказать, такое разочарование в маске. Дальше вот такой скраб для тела от Геомар. Это подарила мне подружка. Вы знаете, люблю я вот эти скрабы, они сахарные скрабы, и здесь органовое масло было, то есть, вот это тот вариант, когда вы наносите на тело, скрабируете, смываете, и у вас тело увлажненное. Но чем мне понравилась вот эта Геомар, что нету вот этой жирной пленки, как во многих скрабах есть, остается вот такая вот прям жирная-жирная пленка. То есть, здесь нет. Вот действительно напитанная кожа, и никакого крема, даже после того, как вы помылись там губкой, то есть, всеми гелями для душа, абсолютно крема не требуется. Даже после того, как я уже сказала, вы помылись гелем для душа, вроде весь этот скраб смыли, уходите, и ваша кожа все равно еще до сих пор напитанная, но без пленки. То есть, очень-очень хороший скраб. Могу посоветовать. Дальше вот такой вот крем для кожи вокруг глаз. В Токимаксе я его покупала со скидкой от Перекон МД. То есть, такие прям сумасшедшие отзывы на него. И вообще, этот Перекон МД такой прям вау-вау-вау. Ну, здесь была холодная плазма. Не знаю, каких-то прям, ну, эффектов, эффекта какого-то вау я не заметила. Может быть, потому что еще рано его заметить. Может быть, потому что еще мне рано пользоваться, может быть, такими кремами и что-то, что-либо видеть. Но самое, что невозможно, это запах. Я особо не отношусь к тем, которые, там, непереносимость на запахи. Нет, такого у меня нету. Но здесь он просто отвратительный. Сказать, что он пахнет рыбой, это ничего не сказать. Это отвратительный запах, и вы его наносите на кожу вокруг глаз, потом он у вас, он где-то, может, через час все-таки уйдет, этот запах. Но он просто невозможно. Невозможно. Я даже думала его выкинуть, если бы он не стоил бы столько, скажем так, денег. Я бы его вот 100% выкинула. Больше никогда ни за что к нему не вернусь, просто даже из-за запаха. Не знаю, мне кажется, надо хотя бы добавить какую-то парфюмированную одушку, но чтобы убрать этот запах. Мне кажется, им надо задуматься, потому что невозможно этим кремом пользоваться, просто даже хотя бы из-за запаха. Дальше Дуглас мне был дан такой пробник, это гаммаж. Не скажу я, что это какой-то гаммаж, вот прям в своем понимании гаммажа. Нет, это обыкновенный скраб. Больше ничего. Вообще ничего. Поэтому это такое для меня разочарование. А вот это у меня пробничек пилинга, можно так сказать. Пилинга от Organics. И вот мне он понравился. Мне он понравился больше всего. Он стоит, по-моему, 8 паундов 30 миллилитров, то есть, можно так сказать, большой объем. Вам он хватит на 2 зимы спокойно, на 2, на 3 даже, может быть. Но стоит копейки. Я даже не знаю, почему он такой дешевый. И там и АХ кислоты, и БХ кислоты. Но какой он классный. Он действительно классный. Несмотря на то, что он такой вот красный, такой как кровь, вы прям чувствуете, как вы его наносите. Там 30% кислоты, то есть, вы понимаете, он такой прям бомба. Его не стоит всем покупать. Но когда вы его наносите, сначала так прям чувствуете такое жжение немножко, потом смываете. И, наверное, еще где-то в течение полчаса чувствуется это жжение. Прям чувствуется. Даже у меня, наверное, в первый раз, как я его попробовала, у меня, я бы сказала бы, даже в течение, возможно, двух дней. Не то, что жжение, но такое немножко, как будто чувствовалось немножко такое раздраженная кожа. Она вроде и была обыкновенная, она не была красной, но прям чувствовалось такое. Потом прошло, и уже когда я использовала второй раз или третий раз, то там уже гораздо лучше было. Но вот для меня вот эти кислоты самые лучшие. И на зиму я обязательно опять приобрету уже в полной версии вот этот органикс обязательно. Мне кажется, оригин, по-моему, так он называется. В общем, я вставила вам, показала, как выглядит это все, но просто, просто лучшая, лучшая кислота, если вы хотите какую-либо попробовать. И вот, как я уже говорила, вот этот от Тайлорс 32 у меня еще было фенхи и ментол. Мне он понравился меньше именно по своим вкусовым качествам, вот, наверное, так сказать. Лучше грейпфуд. Ну вот на этом все пустые баночки. Спасибо всем за внимание. Всех целую, всем пока. Также закончил, закончился у меня вот такой вот пробничек был от Шосейда. Это концентрат Ультимун. Очень мне понравился. Тут такая прям водичка-водичка, как серум такой. И этот серум моментально отбеливает лицо, прям моментально. то есть, буквально вы его нанесете, и, я не знаю, может быть, в течение минуты у вас лицо, скажем так, осветлиться, то есть, как будто немножко так оздоровиться. Ну, в принципе, мне понравился. Посмотрю, сколько он стоит. Если он в районе такого, чего можно купить, то обязательно приобрету себе полную версию. Потому что, не знаю, как мне кажется, что вот такой вот очень хороший концентрат такой, приятный у него такой аромат, кисленький немножко, как может быть такая скорбиночка. Кисленький ароматик. Хватит надолго, всего капелюшечку надо, чтобы разнести на все лицо, на шею. То есть, хватит надолго, скажем так. И могу сказать, что очень мне понравился, очень понравился, как я уже сказала, что прям, мне понравился именно моментальный эффект. То есть, не надо его использовать в течение недели, чтобы понять, нравится вам он или не нравится. Это прям моментальный эффект. Редактор субтитров А.Семкин